Здравствуйте! В эфире телерадио компании «Щелкова» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 8496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня директор, главный редактор Щелковского информационного агентства Анна Смышляева. Добрый вечер, Анна Олеговна. Здравствуйте, Сергей. Если можно, на «ты». Так, наверное, нам будет удобнее. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Тогда просто Анна. Аня, вот если можно, да, газета «Время», если можно, сразу для зрителей поясните, да, в чем разница между Щелковским информагентством и газетой «Время». Потому что все привыкли читать газету и в печатном виде, и теперь уже в электронном, но тем не менее, вот агентство и газет, в чем разница? Когда-то была только газета, но спустя некоторое время стали преобразовываться такие, скажем так, формы предприятий, да, образовываться. И, соответственно, Московская область решила, что в ее подчинение будут входить некоторые государственные автономные учреждения в числе газет. И газета «Время» получила название «Щелковское информагентство». Затем в это же информагентство ввелась другая газета «Городские вести» из городского округа Гластина Петровский. И теперь у нас две газеты. На самом деле это как территориальное образование район либо округ, так и мы стали информагентством. Более крупным, может быть, более интересным, но газета «Время» для читателей городского округа Щелкова была, есть и остается. То интересной, замечательной, увлекательной, читабельной газетой. Но мы еще вернемся к разговору о сегодняшнем дне газеты и агентства, и, соответственно, и даже завтрашнем дне. Да, давайте вначале немножко вспомним историю вообще. Сколько лет она существует, газета, я имею в виду, ну и как она менялась со временем. В этом году газете исполнится, если не ошибаюсь, 88 лет. 10 марта 1931 года вышел первый выпуск, газета «За ударные темпы» называлась. Затем у нас была газета «Коммунист», «За коммунизм», и в 1991 году это стала газета «Время», которая носит нынешнее название. Что касаемо истории, вот хорошо, что спросили. Как раз мы недавно делали ремонт в помещениях редакции, скажем так, меняли фойе, входную группу. И когда стал вопрос о том, как же все-таки изменить редакцию, какое должно быть внутреннее убранство, когда висели фотографии, какие-то грамоты, то пришла как раз вот такая идея. То есть сделать не только стилизованное, чтобы было понятно, куда входишь. Мы использовали свою эмблему, часики, логотип свой. И в том числе мы разыскали старые архивные номера, мы их отсканировали, распечатали. И теперь при входе в редакцию мы разместим как раз вот к нашему 88-летию старые архивные газеты, чтобы читатель, попадая к нам, понимал, куда он попал, что это газета, какая у нее история, чтобы можно было, не ходя в архив, познакомиться с ней. Такой маленький музей. Еще есть задумка сделать то же самое, рассказать про весь редакторский состав. Не знаю, насколько у нас это получится, но у нас есть еще помещение, которое позволяет это сделать. Поэтому история у нас богатая, и хочется, чтобы жители знали о ней и не забывали. А вы как-то привлекаете, скажем, тех сотрудников, кто работал 10-20 лет назад? Они приходят к вам, рассказывают что-то? Мы общаемся, поддерживаем друг друга. У нас есть Щелковское отделение союз журналистов Подмосковья. Многие сотрудники как раз туда входят. И мы общаемся и на базе, скажем так, этого объединения. Но в основном, конечно, на базе редакции газеты «Время». Собираемся, правда, с нашей теперешней жизнью, где такой темп, очень редко приходится это делать. Но есть задумка. Если получится выкрыть время, то хотелось бы в этом году собрать сотрудников как раз на 88-летие. Многие газеты «Подмосковные столи» тоже отмечают. Нам пока 88, но в прошлом году мы тихо так отметили эту дату. 88-88, наверное, мы хотим все-таки пригласить гостей, старых сотрудников. У нас есть авторы, которые с 1976 года с нами сотрудничают. У нас есть Дмитрий Иванович Андрющенко, который очень любит нам давать свои материалы. Читаем, обсуждаем с ним, в чем-то спорим. У него своя точка зрения, порой непримиримая к каким-то вещам. Но, тем не менее, он по-прежнему публикуется в газете «Время». И есть такие авторы еще? Анна, я предлагаю посмотреть видеосюжет, который мы снимали к дню российской печати. О том, как работает газета, чем живет ее уже сегодняшний день. Потом продолжим разговор. Тогда расскажите о тех сотрудниках, о том коллективе, который сейчас стоит в строю вашем. Давайте посмотрим. Позади новогодние праздники. В редакции Щелковского информагентства кипит работа. К субботе должен выйти третий номер районной газеты «Время». Ответственный секретарь Ирина Щербина согласует с главным редактором, что и где появится в газете, чтобы важные события остались в центре внимания у читателя. Все 24 полосы согласованы. Корреспонденты заняты своим делом. Пишут новости, статьи, очерки. Новости с колес – это то, чем ежедневно занят Алексей Рычков. Одинаково оперативно ему удается рассказывать и о рабочих поездках главы района, и о праздновании юбилейных дат, и о встречах в коллективах. Да так, чтобы читатель при беглом просмотре не упустил в сообщении главного. Срочную информацию агентство публикует в социальных сетях. Постоянно в движении, постоянная работа. Нужно еще это интересно подать. Когда я начинал только работать, это действительно было для меня сложно и занимало много времени. Сейчас нет. Это дыхало достаточно быстро, буквально в течение часа. Я могу не только даже написать, но даже в принципе и разместить эту новость. О содержании газеты говорят ее рубрики. Особый повод на чистоту в фокусе. Последнее, нетрудно догадаться, о деятельности первых лиц в правительстве Подмосковья. Информагентство сегодня – проводник информации региональных органов власти. До весны время будет рассказывать и о том, что интересного можно посмотреть в городском округе и у наших ближайших соседей. Всю информацию журналисты собирают у краеведов местных жителей. В процессе нередко узнают о неожиданных фактах. Всем нашим читателям я хочу порекомендовать нашу новую рубрику. Она называется «Зима в Подмосковье». Мы рассказали о селе Рязанце. А Лебев не писал слов, я в Рязанце. Композитор прославил Рязанца именно своей женитьбой, но никак не романцам Соловей. Но от этого, конечно, Соловей хуже не становится. Ну вот давайте поговорим о людях, которые работают у вас. Вообще сколько их всего? Откуда они берутся? Приходят ли с улицы? Или может быть по чьему-то совету? Чем они занимаются? Как строится работа? В России, скажем так, в двух газетах, в двух редакциях у нас работает сейчас 23 человека. Приходят люди как? Многие приходят с улицы, да. Наверное, именно эти люди и цены, потому что они пришли сами, их никто не порекомендовал, они заинтересованы в том, чтобы что-то делать, и делать это интересно. У нас, скажем так, есть те мэтры, журналисты, которые работают давно в редакции. Это по газете «Время» Ольга Николаевна Рожкова, Ирина Павловна Щербина. Они молодцы, потому что долго, планомерно, с сознанием дела выполняют свою работу, и мне это очень нравится. Что касается всего коллектива, не буду хвалить, хотя нет, наверное, стоит похвалить. Конечно, стоит. Он очень хороший коллектив. Сам себя не похвалит. Я благодарна тому, что когда я пришла после достаточно длительного перерыва, вернулась в журналистику, и именно этот коллектив, которым я когда-то работала, уже немножко поменялся, но тем не менее люди с открытым сердцем меня приняли, помогли быстренько восстановиться, войти в тот режим, который сейчас требует наша жизнь. И в 2017 году, в 2018, несколько было сложно, когда ушли некоторые сотрудники, мы пытались подобрать штат, и в 2018 году к нам пришли два молодых человечка, две девочки. Я не побоюсь этого слова, они умнички, им действительно 20-21 год, но они пришли именно сами, захотели, у них все получается, они при этом еще продолжают параллельно учиться, но тем не менее с интересом живо работают в газете, и это им нравится. Вот такие люди достойны уважения. Пусть даже в свои 20-21 год, они уже, может быть, знают, чего хотят. И я думаю, что спустя какое-то время они достигнут больших успехов. Пусть это будет уже не газета «Время», они подрастут, чему-то научатся, и пойдут в другие издания, на телевидение, на радио, в другие газеты, журналы. Но тем не менее это хорошие сотрудники. У нас замечательная верстка Елена Михайловна Котова. Всегда, вот если ты к ней придешь со своей какой-то, может быть, не совсем сформулированной идеей, а я хочу это увидеть вот так, а давай так, так, она всегда подскажет, как правильно, как красочно сделать это на странице. Потому что требования у нас все время меняются, и к верстке в том числе. И все люди, ну, хорошо так в течение времени подхватывают. И всем сотрудникам хочется сказать, именно в прямом эфире, огромное спасибо за помощь, понимание, поддержку и за хорошую, слаженную работу. Анна, ну давайте поговорим о производственном процессе. Вот нам в сюжете немного показали, как это происходит, но уже скорее заключительный этап процесса, да, выхода очередного номера газеты. Ну а вообще с чего все начинается? Выходите вы раз в неделю, и, соответственно... Выходим мы раз в неделю. Соответственно, газета, скажем так, она, может быть, уже чем-то превращается в журнал к этому времени. Сейчас за один день, за 24 часа, 7 дней в неделю происходит столько событий, мероприятий, что все они в газету не помещаются. Соответственно, основные ресурсы – это социальные сети и сайт, куда уходит информация быстро. В газете уже отбирается та необходимая, важная информация, которую нужно донести до читателя. В чем-то там делается акцент именно на нашего пожилого читателя, который сейчас пользуется подпиской, покупают газету, и который любит читать, может быть, новости вот в таком формате. То есть информагентство сейчас работает на все возрастные категории. И для газеты, соответственно, мы отбираем уже то, что, может быть, более интересно будет людям среднего и более старшего поколения. Сделали новость, интервью, зарисовку, какое-то эссе. Мы отобрали для газеты, формируем полосы. У нас, опять же, есть полосы областные, в которых мы рассказываем о деятельности подмосковного правительства, губернатора Московской области. И есть полосы, которые охватывают деятельность нашего муниципалитета. Читателям по-прежнему очень нравятся именно, наверное, большие интервью, интересные материалы, зарисовки. Вот в том числе у нас в прошлом году прошел к столетию уголовного розыска цикл материалов. Дарья Петровская делала, победила в конкурсе, который проводила УВД. И эти материалы были интересны читателям. Нам были звонки, сами сотрудники уголовного розыска приходили за газетой, их коллеги, которые сейчас работают. То есть людям здесь, в местной газете, интересно все-таки читать о тех, кто рядом с ними находится. Поэтому, несмотря на то, что мы должны совмещать себе и подмосковную тематику, и местную, мы все-таки должны делать акцент на тех людей, которые рядом с нами. Это интересно. Может быть, не всегда нам это удается, но мы стараемся рассказывать о людях, и чтобы соседи знали, кто с ними рядом живет. Ну вот, тем не менее, по новостям понятно, да, о тех событиях, которые происходят у нас в муниципалитете. Понятно, что мы тоже о них рассказываем. Тема, конечно, существует специальный график событий, который исходит и от муниципальных властей. С этим достаточно просто. Ну а те материалы, все-таки 24 полосы заполнить, помимо областных новостей. Вот темы где берете? Темы берем. У нас есть еженедельные планерки, на которых мы формируем, скажем так, план наших действий. С кем встретиться, что в этом номере должно быть. Либо это идет привязка к датам, либо к каким-то событиям, либо просто кто-то нашел интересного человека, интересную тему. У нас же сейчас постоянно меняется законодательство. Недавно у нас в миграционной службе какие-то были изменения. Соответственно, мы рассказываем об этом читателям, чтобы, ну даже на местном уровне, о каких-то федеральных событиях мы тоже рассказываем. Что касается тем, ну я думаю, что все-таки жизнь нам во многом подсказывает темы. Вот сейчас, опять же, планируется цикл материалов с воинными афганцами. Пока проговаривали эту тему с корреспондентом, родилась мысль, что здесь должны не только быть воины афганцы, но, наверное, те военные, которые находятся на территории городского округа, служили здесь, служат до сих пор. У них есть какие-то свои заслуги, какие-то звания, какие-то достижения. И они тоже достойны того, чтобы газета о них писала. Очень много людей, о которых мы, может быть, много раз рассказываем, но действительно такие личности есть, о них интересно говорить и неоднократно. Вот на последней планерке появилась такая идея, что мы должны наши социальные сети как-то обновить. Чтобы мы шли по улице, увидели и тут же написали об этом. Пусть это будет всего несколько предложений, но как-то оживлять нашу социальную сеть, и, может быть, из этого родится какая-то новая тема и для газетной публикации. Назвали такую, скажем так, рубрику «Путевые заметки». То есть это стало как новая рубрика в газете? Это стала новая рубрика, всего буквально мы на той неделе пришла такая в голову мысль, но уже журналисты, корреспонденты, которые где-то на мероприятиях находятся, или просто идут по городу, они быстренько сфотографировали, дали свой комментарий, будь то новые спортивные детские площадки, или кто-то просто вышел на каток, мы об этом сообщаем. То есть такая живая, такой лайф, наверное, в социальных сетях, немножечко наш официоз, который у нас присутствует в социальных сетях, чтобы разбавить. Ну а вот что касается деятельности областного правительства, там же еще больше, наверное, событий происходит, чем у нас в нашем муниципалитете. Темы вы сами выбираете, или все-таки вам сверху, как говорится, спускают? Вот об этом говорить, об этом не стоит. Нам спускают не только темы, но и две-четыре полосы. Это делает РИЦ, такая структура, которая нам предоставляет уже смакетированные полосы на те события, которые они посчитали нужными к размещению на муниципальном уровне. Вот в предстоящем номере это будут четыре полосы о льготах, которые на территории Московской области можно будет получить. Соответственно, некоторые редактора в чатах пытаются спорить. Мы там уже сверстали, смакетировали, нам некуда ставить. Но, тем не менее, мы выполняем определенное госзадание, которое нам Главное управление по информационной политике Московской области ставит. И мы обязаны именно определенное количество полос информировать жителей Московской области о городской округе Щелково, это территория Московской области, о той деятельности правительства, губернатора. И это, в общем-то, обязательно. Я думаю, это не столько напряжно, это даже интересно. Там свои макеты, своя стилистика. Чуть отличается иногда от нашей, но это тоже интересно и это нужно. Ну, хорошо. Четыре полосы заполнены. Осталось еще 20. У нас есть очень замечательное, это сканворд, гороскоп и, самое главное, телепрограмма. Вы знаете, очень в прошлом году было такое обсуждение, опять же, среди всех директоров информагентств Московской области, что программа, она, ну, как вы посчитаете, это не муниципальный контракт, это не государственное задание. Но программа очень нужна нашему читателю. И вот именно потому, что она нужна нашему читателю, мы продолжаем ее публиковать, несмотря на там какие-то разночтения в юридической стороне вопроса, да, это самое нужное для читателя. Поэтому четыре полосы программы у нас тоже уходят. Остается еще реклама. У нас есть литературная полоса. Рубрика «Секундомер», где мы рассказываем о событиях спорта. «Картина дня», то, что происходит, опять же, в районе, либо в регионе. У нас появилась в прошлом году благодаря межпоселенческой центральной районной библиотеке рубрика «Читай город». Ее предложили сами библиотекари. Ну, спасибо вам огромное, рубрика появилась. И еженедельно мы знакомим читателей с новинками в мире литературы. Там дается краткий анонс событий. У нас есть рубрика «В нашей сети». Это рубрика, которая в социальных сетях. Те люди, которые размещают какую-то проблему, либо фотографию, ставят хэштег в нашей сети. Мы по этому хэштегу отслеживаем и раз в две недели публикуем в газете. Опять же, занимаем пространство. Мы рассказываем немножечко об этом человеке, либо об этой фотографии, что он сделал, чтобы попасть на наши страницы. Рубрика появилась не с нашей подачи. Это была подача областных наших коллег. Но, тем не менее, она интересная. Если вернуться к рубрике «Читай город», вы говорите, что предложили наши библиотекари. Они же поставляют информацию. А рубрику готовят ваши сотрудники? Нет, они сами готовят рубрику. Они сами отбирают книги. Мы только редактируем, читаем, просматриваем и размещаем в газете. То есть, сами сотрудники библиотеки стали нашими авторами. Еще вопрос по наполнению контента. Как вы можете, допустим, взять человека с улицы напечатать? Человек пришел, сказал, хочу у вас опубликовать свою статью, заметку. Я не знаю, что. Можем. Такое бывает крайне редко. В основном люди приходят со своими, скажем так, проблемами, которые считают, что перечитали кучу законов. Делают ссылки на какие-то законодательные акты, федеральные законы, постановления распоряжения. Все это в статье, все это есть. И это какие-то, ну, не то чтобы проблемные материалы. Это, да, рассказывает о ситуации, но, тем не менее, не дает человеку какого-то разъяснения, что интересны какие-то зарисовки. У нас приходил автор, она рассказывала о детском городке, который в парке. У нее было очень образно, интересно. Да, это был пожилой человек, но, тем не менее, мы взяли ее материал, опубликовали, потому что она интересно, образно рассказала о том, что, да, для деток сейчас из дерева сделаны вот эти фигурки. Это очень интересно, действительно, городок сказочный получился. Это мы взяли. Что касается, было одно время, в прошлом январе, наверное, от одного из СНТ, наплыв материалов, вот нас там что-то по земельному законодательству не сходится, опубликуйте, мы будем стучать. Мы в этот процесс вмешаться не можем. Даже если мы опубликуем, мы не поможем человеку, членам СНТ, никак. То есть там нужно в судебной инстанции, скажем так, разбираться. Соответственно, эти материалы мы не поставили, хотя они прямо слали, слали, слали. С просьбой помочь разобраться. Где-то мы по проблемам разбираемся. Достаточно к нам пришел человек, опять же, по управляющим компаниям, по ЖКХ. Есть возможность, слава богу, мы прекрасно работаем с пресс-службой, с администрацией. Коллеги нам помогают. Достаточно проблемы обозначить по телефону. Они тут же принимают какие-то действия и людям помогают. Поэтому такой тесный контакт очень положительный для газеты. Не все информагентства могут похвастаться таким хорошим сотрудничеством. А есть такой жанр, как скажем, журналистское расследование? Опять же, по каким-то проблемным вещам. Ну, не хочу показаться тем, что мы боимся, но у газеты были прецеденты, когда они публиковали материалы, по которым следовали тут же незамедлительно судебные иски. Это касалось управляющих компаний, поэтому сейчас такой жанр, мы стараемся его не применять. Может быть и стоило, и хочется иногда. Но жизнь такова, что сейчас каждый, то, что вот именно напечатано, оно тут же прямо может послужить подачей иска в суд. То, что в социальных сетях кто-то кого-то даже оскорбил, обидел, это пока не наказуемо. А в газете, да, это тут же. Поэтому даже с этого года Главное управление нас подтолкнуло к тому, что мы должны, скажем так, определенные юридические услуги оплачивать на случай, если такая ситуация возникнет. Поэтому стараемся избегать тех острых моментов, острых углов и решать проблемы в каком-то другом русле. Чтобы не отказывать читателям, потому что обращение есть. Есть вопрос от нашего зрителя, правда он постеснялся выйти в эфир, в письменном виде задал наш сайт. Не такой может быть немножко критический вопрос, да, почему мало вот у вас всяких критических статей, извините за тавтологию. Может быть сравнивает там с какими-нибудь ближайшими конкурентами? Ближайшие конкуренты, да, есть у нас замечательные издания, которые иногда не стесняются поругать. Да, у нас критики действительно мало, у нас основной упор идет на достижения, что-то состоялось и так далее. Критиковать, опять же, мы критикуем в меру, но больше рассказываем о событиях и тех мероприятиях, о том, что совершилось и что положительно происходит. Да, может быть кажется, в чем-то газета стала там мягкой, покладистой и так далее. Но тем не менее, я еще раз повторю, мы можем решить вопрос за кадром, за страницами газеты, не вынося это на газетные полосы. Но тем не менее, мы проблемы решаем. Да, на газетной полосе мы можем увидеть, как у нас все замечательно и хорошо. Может быть это в чем-то плохо, но я считаю, что такая газета тоже имеет место быть, чтобы рассказывать о событиях с хорошей стороны. То, что у нас, допустим, на несколько часов стало котельное на вранке, да, вот то, что было в выходные, об этом бы стоило написать, но проблема была тут же решена. Что касается другого издания, обсуждать какие-то политические трения между сотрудниками администрации, между заместителями главы, еще кем-то, между политическими партиями, у нас сейчас газета не того формата. Мы частично область, частично городской округ, и поэтому мы не можем разорваться на те мелкие дрязги, которые происходят. Поэтому мы работаем положительно и крупно. Я хочу обратиться к зрителям, вы не стесняетесь, звоните, можете даже анонимно, анонимом остаться, не представляться. 5-6-7-14-40, 5-6-7-14-50, код города 4-9-6. Мы продолжаем наш разговор по поводу обратной связи с жителями района, ну и, наверное, не только с читателями газеты. Раньше люди шли в газету, писали там, помогут, не помогут. Сейчас есть такое? Сейчас есть такое, но это основная тема ЖКХ. Вот те вопросы, скажем так, письма крайне редко сейчас приходят в основном в социальной сети. У нас самая такая подвижная активная социальная сеть, одноклассники, где идут активные обсуждения тех или иных проблем. И именно там люди обращаются за какой-то помощью, что-то помочь, обсудить. Опять же, что-то решается тут же. То есть мы не выносим это даже в социальную сеть решения какой-то проблемы. Есть возможность решить корреспонденту, вмешаться, позвонить в управляющую компанию, объяснить ситуацию. И проблема уже решается. Глобального такого, глобальных каких-то проблем у нас в последнее время не было. Это мелкие незначительные вопросы, которые решаются в течение нескольких часов, и они решаются. Ответы мы даем в социальных сетях по возможности сразу, если в рамках нашей компетенции, если что-то мы не можем ответить на какой-то вопрос. Мы обращаемся в администрацию за, скажем так, профессиональным ответом. Вот зрители нас услышали. Есть у нас первый звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Здравствуйте, наши компетенции. Если что-то мы не можем ответить на какой-то вопрос, мы обращаемся в администрацию за, так сказать, профессиональным ответом. Вот зрители нас услышали. Есть у нас первый звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Алло, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Ева, я представляю школу юного журналистов Центра Романтик. Скажите, пожалуйста... Скажите, пожалуйста... Да, Ева, говорите. Здравствуйте, меня зовут Ева. На протяжении трех лет газета «Время» дает нам возможность публиковать статьи молодых журналистов. И нам бы хотелось узнать, в 2019 году будет такая возможность развивать? Да, Ева, спасибо за вопрос. Мы действительно сотрудничаем со школой юного журналиста Центра Романтик. Там очень замечательные, позитивные ребята, это 10-11 класс, которые посещают там занятия. А наши сотрудники приходят к ним в гости, либо ребята приходят к нам, и там есть свой педагог Елена, которая ведет им. Конечно, такую же практику мы продолжим. «Время молодое» будет выходить и в 2019 году, как оно выходило в 2018. Мы пытаемся иногда какие-то темы задавать ребятам, иногда они сами. У нас очень хорошее, мне понравилось их маленькие эссе, которые вышли «Дню российской печати» 13 января. Присылали ребята их прямо, наверное, в ноябре или декабре, но мы поддержали их к нашему празднику. Они пришлись как нельзя кстати. Было очень приятно, поэтому, Ева, конечно, мы продолжим сотрудничать и надеемся, у нас все сложится благополучно. Еще один звонок есть у нас, давайте, прежде чем перейти, уйти на перерыв, послушаем, и вы ответите, Анна. Здравствуйте, слушаем вас. Я хотела узнать. У меня вот такой вопрос. Я вашей подписчице вашей газеты много-много лет. Спасибо. Газета мне очень нравится, очень познавательная, интересная. Много узнаем о том, что происходит в нашем районе, Щелковском, любимом. Но мне бы хотелось узнать. Я вот пенсионерка, и я получаю газету по социальной программе от администрации. Будет ли продлена вот такая возможность получать газету? Спасибо большое за вопрос. Я надеюсь, что такая возможность будет, потому что администрация всегда с пониманием относится к социальной подписке. И с июля 2018 года она даже обратилась к нам с тем, чтобы оставить большое количество подписчиков, которые не могли подписывать. И часть доставки ушла на наших, скажем так, новых сотрудников, которые ушли на доставку, мы нанимали людей. Поскольку тарифы почты резко возросли. С 2019 года тариф еще вырос. Поэтому я надеюсь, что администрация оставит то же количество, а мы попытаемся своими силами организовывать доставку газеты до наших читателей. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня директор, главный редактор Щелковского информационного агентства и, соответственно, газеты «Время» нашего городского округа Анна Смышляева. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня директор, главный редактор Щелковского информационного агентства Анна Смышляева. Еще раз добрый вечер. Анна, напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, можно сказать, моему коллеге, печатному органу. Анна, интересную тему подняла наша зрительница в конце первой половины программы, что она многолетняя читательница вашей газеты, подписчица в том числе, задавала вопрос о том, будет ли сохранена социальная подписка, так скажем, которую, естественно, поддерживает наша администрация. Ну, а вообще много подписчиков в вашей газете сейчас? Понятно, что 21 век, да, вот уже мы говорили, да, интернет, соцсети и так далее. Но очень многие, наверное, все-таки любят держать в руках. Подписчики у нас сейчас снижаются. Снижаются не то, что катастрофически, но есть упадок, и эта проблема обсуждалась неоднократно. Это, видимо, такая общая тенденция печатного СМИ. Единственным плюсом у нас остается то, что есть та категория людей в районе, теперь в городском округе, которая уже действительно привыкла читать газету время. Сейчас, если по какому-то адресу мы своей доставкой не приносим газету, жалобы поступают сразу на различные уровни, включая даже Добродел. Почему в пятницу, субботу, в воскресенье газеты не было? Да, вот сейчас я столкнулась с такой проблемой, что один доставщик у меня, к сожалению, очень хороший человек, очень ответственный, заболел. И я ищу замену. Замена ищется тяжело, несмотря на то, что кажется, что доставить газету так просто, пришел, попал в подъезд, раскидал, на самом деле нет. Та социальная подписка, которая идет через администрацию, это большой разброс адресов. В одном доме может быть всего одна квартира. И, соответственно, следующий дом через определенное расстояние. Да, это большой разброс. Было бы, может быть, даже интересно, в какой-то момент со своими сотрудниками проговаривали, чтобы действительно увеличить тираж, и газета распространялась бесплатно. Но здесь есть свои финансовые сложности, это, опять же, очень тяжелый вопрос. Тогда нужно увеличивать ее финансирование. Для того, чтобы финансирование увеличивать, нужно и госзадание, может быть, увеличить, чтобы и область помогала, и городской округ помогал более другим муниципальным контрактам. Поэтому подписка, она остается, она помогает редакции понимать, насколько газета нужна, читаема. И поэтому я думаю, что пока она будет, и социальная подписка в том числе, читателями мы дорожим. Это те люди, которые достойны уважения. Они до сих пор находят опечатки, которые есть в нашей газете. Очень приятно, что есть такие внимательные люди. Те читатели наши, которые пользуются социальными сетями, соответственно, они уже другого формата. Они не обращают внимания на запятые, на пропущенные буквы. А вот именно читатели газеты, им большое уважение за то, что они нас ценят, любят и всегда держат тонуси. Ну а тираж какой? Это же не секретный. Тираж сейчас у нас 7 тысяч, был тираж 10 тысяч. Мы немножко, опять же, его уменьшили до 7 тысяч, но это более объективная цифра. Опять же, на уровне нашего управления идет разговор о том, либо уменьшить, либо увеличить в зависимости от охвата населения. Но если мы говорим о жителях всего городского округа и каком-то пропорциональном охвате населения, тогда должно быть другое распространение газеты. У нас сейчас есть подписка предприятий, школ, детских садов, организаций. Туда мы газету тоже доставляем своими силами, но тогда нужно будет уходить уже от подписки и газету действительно распространять большим кустом, большим охватом и увеличивать тираж. Это, может быть, будет интереснее и до большего количества людей она дойдет. Но самостоятельно сейчас этот вопрос мы не решаем. Это нужно взвесить, оценить свои силы, в том числе финансовые. Потому что доставка на такой большой округ, у нас Фрянова там находится, туда еще Огуднево, туда надо доехать, отвезти, разложить. То есть тяжело достаточно логистику всю просчитать, это финансово в копеечку может вылиться. Поэтому стараемся по возможности найти золотую середину между количеством жителей и нашим тиражом. Хотелось бы, конечно, больше, потому что люди просят иногда газету и, может быть, хотелось найти отклик от торговых сетей, в которых мы спокойно могли бы поставить свои стойки и распространять газету бесплатно. У нас есть новые микрорайоны, которые совершенно не охвачены. А, возможно, там тоже есть наши читатели. Наши поклонники, я бы так сказал. Да, уже мы в том возрасте, когда надо говорить, да, о поклонниках. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, меня зовут Лев Безбородов. Я начинаю поэту, я хотел бы узнать, могу ли я в газете «Время» свои стихи опубликовать? Спасибо за вопрос, да, Лев. Конечно, можно опубликовать в газете. Правда, у нас есть небольшой такой цензор. У нас лиц-страницу ведет Оксана Шевченко, наш заведующий отделом. Она член Совета писателей России. И поэтому я ей так вот искренне доверяю ее вкусу. Она ведет и литературное объединение в городском округе Фрязино. И сотрудничает у нас по, ну не то чтобы отбору, очень многие стихи мы печатаем, публикуем. И в том числе, если люди приходят просто со стороны, хотят опубликовать. Мы вместе, совместно смотрим, и у вас есть возможность опубликоваться на нашей литературной странице. Так что, ради бога, приходите, будем рады. Ну а вот, продолжая эту тему, никогда не задумывались о выпуске какого-нибудь приложения, вот скажем, литературного, если набирается такое количество, желающих опубликоваться у вас? Была такая мысль. Пускай даже не постоянная, может быть, разовая. Вы знаете, очень-очень бы хотелось, но опять же все упирается, наверное, в финансовые вопросы, полиграфию. Поскольку мы несколько зажаты в каких-то своих действиях, да, из-за финансов, то многие проекты губятся на корню. К сожалению, не раскрутились до такой степени, может быть, вот этим составом, который сейчас работает, чтобы найти себе рекламных спонсоров, которые бы профинансировали тот или иной проект. У нас в прошлом году литературные страницы были посвящены юбилею Литературного дня слова. И вот на тот момент, когда действительно была подборка этих страниц, которые можно было готовым красивым изданиям отпечатать, именно само Литературное дня столкнулось с высокой ценой вопроса. И мы, к сожалению, тоже ничем не могли помочь, потому что, ну, все рассчитано до копеечки. А так идей очень много. Хотелось бы, конечно, но единственное, это, наверное, что-то должно быть уже красочное и яркое. Чтобы заинтересовать читателей. Да, это должна быть другая бумага. Сейчас мы печатаемся в типографии комсомольской правды, там уже другие возможности. И вот спецвыпуски, в том числе «Зима в Подмосковье», которые выходили дополнительным тиражом, они уже на другой бумаге, это красиво, ярко. И вот это, наверное, правильный путь, донести газету для более широкого читателя. Там большие тиражи, 15-20 тысяч, которые распространяются не нами, а РИЦам. То есть там интересно, ярко, доступно и большой тираж. Вот к этому, может быть, стоит стремиться, но, опять же, это упирается в распространение. Очень бы хотелось быть доступным для всех, для широкого круга читателей. Возвращаясь, опять же, к наполнению полос, так скажем, да, вот, если не секрет, конечно, с чем чаще приходится сталкиваться? Что не хватает материала, или что, наоборот, материала слишком много и приходится выбирать лучше? На данный момент материала слишком много, да, приходится отбирать. Притом, есть очень много, ну, не то чтобы много, у нас есть социальная защита, у нас есть Роспотребнадзор, Госадомтехнадзор, у нас есть прокуратура. Все сейчас прислужбы этих структур, да, и не только прислужбы, а сами руководители нацелены на то, чтобы проинформировать жителей округа о том, что происходит. Соответственно, обращаются к нам за помощью. Мы пытаемся в силу своих возможностей, опять же, пойти навстречу. Где-то сухие материалы оставляем, так как есть, в том числе, прокуратура, когда нам присылает. Где-то по социальной защите пытаемся разнообразить, сами приукрасить материал. То есть у нас материала достаточно, да, информации сейчас очень много. Газета выбирает только, наверное, лучшее, может быть, самое интересное, либо, скажем так, обязательно к публикованию, в том числе, какие-то нормативно-правовые акты местного муниципалитета. И изменения в законодательстве, опять же, Роспотребнадзора, налоговых органов. У нас сейчас проходила прямо несколько раз публикация по изменениям в налоговом законодательстве. То есть есть такие. И поэтому нам приходится, наверное, отсеивать. Иногда приходится отказывать. Люди обижаются, что вот газета есть, мы хотим, чтобы вы напечатали. Но приходится быть нехорошими. Что-то откладывается. Мы очень активно работаем с образованием. Там находятся люди, по-моему, замечательные, с горящими глазами, которые всегда идут в газете навстречу. Если нам что-то срочно нужно, достаточно позвонить в комитет, и им тут же помогут. Тут же найдут детский садик, школу, где проходит какое-то мероприятие, событие, которое нужно именно нам по теме. Поэтому им огромное спасибо за отзывчивость, за помощь. Ну вот я понимаю, что ваша работа не ограничивается только, так скажем, выпуском газеты, да, и размещением информации в интернете. Достаточно известные мероприятия, которые проходят у нас в округе. Это лыжные гонки на призы газеты «Время». Вот сейчас мы посмотрим видеосюжет, который снимали буквально несколько дней назад, как это проходило в «Щелково-7». Да, у меня некоторые знакомые поздно узнали, а видели, что не попали на эту лыжную гонку. И потом тогда вы нам расскажете, что это за мероприятие. Давайте посмотрим видеосюжет. Спринтерская лыжная гонка на призы газеты «Время» проходит уже в 16-й раз. В этом году она посвящена Всероссийскому дню зимних видов спортов. «Щелково-7» на улице Неделина в любимом месте отдыха горожан возле прудов пролегла специально оборудованная лыжная трасса, у которой есть и более легкие участки для самых младших участников, для первоклашек, и более сложные отрезки лыжни с перепадами по пересеченной местности для ребят постарше. В этом году в соревнованиях прияли участие учащиеся 2001-2011 годов рождения из семи щелковских школ, а также из Литвиного, Фрянова и Фрязина. Всего более 130 человек. В этом году мы решили впервые провести их на «Щелково-7», потому что здесь у нас основная лыжная трасса. Здесь у нас лыжная база «Щелково-7», лыжная база «Темирязева», училище Олимпийского резерва. Все на этой трассе катаются. Эмоции перед стартом особенно заметны у самых юных участников гонки. Третьекласснику из Литвиновской школы Матвею Уросову предстоит пробежать 600 метров. Мне очень нравится заниматься лыжей, потому что моя мама была лыжницей. И вот он старт. Как приятно смотреть на летящих быстрее ветра будущих чемпионов. На финиш придут и самые настоящие победители. И одновременно устроители не забыли о начинающих спортсменах. Их ожидают специальные кубки, которые так и называются. Самые юные участницы и самому юному участнику гонки. Эти кубки получили из рук редактора газеты «Время» Александра Шустикова и Иван Кочаров. Ну вот такая солидная история, да, уже 16-я гонка. Если можно, расскажите историю ее появления на свете. Эта гонка, идея возникла, я как раз сегодня архив газеты нашла. В 2001 году, где-то в канун Старого Нового года она проходила первый раз. Старт в третье тысячелетие она называлась. Но, к сожалению, в какой-то хронологии не удалось отследить. По идее, сейчас должна быть уже гонка не 16-я, а гораздо поздняя цифра. Но, видимо, где-то какой-то год был пропущен, гонка не проводилась. Тем не менее, благодаря нашим спортсменам, это продолжается традицией. И очень приятно участников увеличивается. Вот в Щелково-7 сейчас показали самых юных и самых эмоциональных. Действительно, пока мы там ходили и ожидали результатов, дети уходили со слезами на глазах. Почему? Вот Саша, которая самая юная участница, получается, именно ее мы фотографировали, когда она заканчивала гонку. У нее слезки катились. Было просто жалко. Ребеночка, оказывается, мне было тяжело. Вот настолько они нацелены на победу, но результат, пройти, ответственность у них есть. Ей только 7 лет, но она уже вот так вот мыслит, она вот не достигла того, чего хотела. Ей было сложно, но тем не менее приятно, что такие дети есть, стремятся. И они очень эмоционально действительно переживают, что не победили, плохо прошли дистанцию. Прям уже явно будущие спортсмены, может быть, это будет не только их увлечение пройти в этой гонке, а действительно жизнь сложится, что они будут побеждать где-то. Ну, я прямо хочу им пожелать, чтобы они умели проигрывать. Нельзя так, наверное, все-таки переживать даже в таком возрасте. Свои маленькие поражения нужно уметь проигрывать. Но я очень благодарна всем участникам, что они пришли. И надеюсь, что в следующем году гонка обязательно будет иметь свое продолжение. И спортсменов там будет больше. Ну, а расширять диапазон мероприятий подобных вы не планируете, скажем, по сезону. Вот у нас лыжная гонка зимой, летом может быть велосипедная гонка. Или какая-нибудь на призы газеты «Время» соревнования по плаванию. У нас их достаточно много проходит. Я не говорю, там мотоциклетных гонок не будем. За велосипед, давайте, вот вы, за идеей вам спасибо, давайте, наверное, мы подумаем и велосипедную гонку на призы газеты «Время» сделаем. А мы это снимем, покажем. Вот, а вы нас поддержите информационно. Лишняя, да, лишняя реклама будет. У нас как раз в редакции затерялся велосипед одной из сотрудниц. Она любила длительные прогулки на велосипеде. Елизавета Литвина у нас была редактор сайта. Так что я думаю, что нам надо действительно велосипедную гонку провести. Дождемся лета. Да, дождемся лета, посмотрим. Ну вот опять же еще мы говорим о взаимодействии с разного рода, скажем, детско-юношескими организациями. Школа юных журналистов у вас есть, да, вот самые юные участники, лыжники, лыжницы, еще какие-то детские организации. Вы привлекаете их к сотрудничеству, так сказать? В ноябре у нас была совместная акция с юной армей. Мы рассказывали жителям о том, что сейчас аналоговое телевидение уходит в прошлое. Надо перейти на цифровое, соответственно, необходимо либо приобрести какую-то приставку, либо современный телевизор. И начали на тот момент с городского поселения Фрианово. И ребята очень активно откликнулись. Сергей Василевский помог нам организовать некоторые вот эти походы по домам, по домовые. И прямо мы ходили, рассказывали. Наш корреспондент ходил, участники объединения юной армии. Поэтому спасибо им огромное, что откликнулись, помогли и рассказали действительно в отдаленных поселениях об этом. Не знали. Дело нужное, полезное и оказалось как нельзя к месту. Что касается взаимодействия еще с какими-то структурами, мы дважды, наверное, в 2017-2018 году проводили конкурс детского рисунка. Детская художественная школа нас поддержала составом своем жюри профессиональным. Очень много было участников. Приятно, что люди читают, смотрят, видят. Это какая-то обратная связь. И очень интересно, нам понравилось. У нас даже были победители из Керчи. Туда мы им посылку отправили. Они были в восторге, рады, что победили в нашем конкурсе. Там небольшой какой-то кружок рисования. Педагог сама отправляла работы своих детей. Очень обрадовалась. Так что нам приятно. Мы как раз за рамки не только района, но уже даже попали в Крым. Так что будем стараться. Задумок очень много. Очень много хочется реализовать. Порой не хватает на это времени. А сотрудников хватает? Сотрудников хватает. Все такие динамичные, казалось бы. Но, опять же, бывает, напланируешь и приходится отодвигать какие-то свои проекты на дальнейшие. Потому что очень информационно насыщен день. Люди не успевают иногда отписываться. Наши социальные сети, есть наше внутреннее требование, чтобы в течение часа мы старались после мероприятия отписаться, если есть такая возможность у журналиста. Если где-то далеко проходит, ему неудобно добраться в редакцию, то он где ближе находится, домой в редакцию. Он отправляется туда, чтобы быстрее скинуть соцсети. Соответственно, даже, может быть, в каких-то конкурсах, опять же, есть желание поучаствовать. Не всегда есть такая возможность. Потому что для газеты ту или иную информацию мы подаем расширенно. Если в социальной сети мы можем более коротко разместить, то для газеты, опять же, иногда журналисту приходится повторно садиться, этот материал расширять. У нас постоянно будут комментарии жителей. Опять же, это обратная связь, которая очень нам помогает. Поэтому, ну, стараемся. Стараемся и надеемся, что вот после этого эфира у нас какой-то новый этап, может быть, начнется. Мы будем стараться быть ярче и интереснее. Я надеюсь, что мы вам в этом помогли, конечно. Если можно, еще поделитесь секретами. Репортаж, который делали к дню российской печати, он имел такой заголовок. У нас, собственно, и имеет, поскольку он на сайте остался. Еще ярче, еще интереснее. Речь идет, естественно, о вашей газете. И вот поделитесь секретами, за счет чего удастся. За счет планируете, ладно, скажем. Может быть, не удастся. Опять же, планируем. У нас становится как можно больше фотографий. Мы пытаемся, чтобы фотографии имели сословую нагрузку. У нас становится больше инфографики. Стараемся, может быть, красками, дизайном, макетом газеты как-то изменяться. Может быть, люди как раз старшего поколения не совсем воспринимают это. Но мы должны ориентировать газету как раз более молодого читателя. Им нужно что-то более яркое, броское. Поэтому мы и говорили о том, что газета должна стать ярче и интереснее. Это может быть короткая информация, но при этом она должна быть насыщена и нести определенную смысловую нагрузку. Поэтому газета сейчас должна в себе аккумулировать и вот это яркое, красивое фотографии, небольшие подписи, лица крупно, комментарии жителей. И тем не менее, опять же, читаемые большие материалы, интервью с известными людьми, неизвестными людьми, с нашими соседями. То есть мы стараемся просто на разного читателя ориентироваться. Поэтому в чем-то меняемся. Ну мы точно так же стараемся ориентироваться на разных зрителей и тоже стараемся меняться. Спасибо большое, Анна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти в студию. Будем помогать друг другу. Мы же все-таки коллеги. Спасибо, Сергей. Очень приятно было пообщаться. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня была директор, главный редактор Щелковского информационного агентства Анна Смышляева. Итак, смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»